Всем привет с меня, добро пожаловать на новое видео и сегодня у нас 50 слов английского языка с лишними буквами. Да, вы не ослышались? С лишними буквами. То есть слова с этими silent letters, которые не произносятся. Поехали! Logically. Это A здесь не нужна. Ну, в правописании нужна, в произношении нет. Logically. И абсолютно то же самое. Просто не надо. Слово бомба. Бам. Это последняя B. Она не произносится вообще. Это просто бам. В этом слове тоже не нужна B. Дет. Просто, без B. Дет. Или даут. Здесь тоже не нужна B. Даут. А вы знаете, о чем у вас не должно быть вообще никаких даут? Потому что это полный бам. Мой курс от Intermediate to Advanced за 30 дней. Мы дадим вам всю базу, которая вам необходима, чтобы выйти из этого застоя среднего уровня и начать двигаться дальше. Все выше и выше. Я оставлю ссылку на новый поток в описании, если вы еще не проходили этот курс. Сделайте это сейчас. Это идеальный момент. 2021 год. Новое начало. Это то, что нам всем нужно. Продолжаем это видео. А как насчет слова глупый? Дум. Дум. Никакого B. Очень хорошее слово. Subtle. Subtle. Не пытайтесь даже вставлять это B туда. Вот это интересное. Я думаю, кто-то со мной не согласится. Но слово bridge. D здесь не нужно абсолютно. По правилам фонетики bridge. J. И все. D здесь не нужно. Если вы хотите сделать комплимент какому-то мужчине, то вы скажете слово handsome без буквы D. Handsome. Или середина недели, то, что мы еще называем hump day. Wednesday. Куда делась D здесь? Wednesday. Одно из самых моих любимых. Vegetable. Vegetable. Куда делась E? Окей. Вот здесь очень интересно. Assignment. Вы слышите, как я произнес N? Assignment. То есть G, естественно, здесь я не произношу. Assignment. Так вот, в настоящее время многие носители языка скажут просто assignment. Assignment. Там как будто даже N нету, поэтому даже две можно убрать буквы. Foreign. Foreign. G как будто и не было. Тоже очень хорошее слово gnarly. Gnarly. Это и G, как будто там и не должно быть. Gnarly. Sign. Знак. Sign. В слове ghost. Это H, в принципе, там и не должно быть в произношении. Ghost. Спорно тоже, конечно, но слово echo. Echo. Как бы мы все понимаем, что комбинация C и H дает нам звук K. Но так ли это на самом деле? Может, нам врали все это время? Вдруг в таких случаях просто H она немая. Но вот в этом слове точно нет сомнений. Hour. Hour. Час. Honest. То же самое. Honest. Очень просто. H не замечаем, игнорируем. Weather. Это H как будто там нет. Интересный факт. В старом английском, в стандартной версии старого английского, H и W меняли местами. И вы могли услышать такие вариации, как weather. Но в настоящее время просто weather. То же самое с этим словом white. Раньше вы могли услышать white. Это серьезно. True story. Я обещаю вам. С этим словом while то же самое. Люди раньше говорили while. И why. То же самое. Раньше говорили why. Но не говорите так сейчас. На вас будет очень-очень странно смотреть. Классика жанра. Knee. Никакого кни. Это просто knee. Колено. Та же самая буква в слове knit. Я не знаю, что это я тут делаю. Конечно. Knit. Никакого k. Тут тоже не знаю, что я делаю, но это knob. Типа door knob. О, ну ладно. Ух. Knowledge. Никакого k. В этом слове. Would. Зачем здесь L вообще надо? Would. Или should. Зачем нам здесь L? Вот это вот интересно. Half. Half. Вы не представляете, сколько людей я слышу. Именно студентов английского языка, кто говорит half. Это просто half. Тоже классика жанра. Salmon. Salmon. Этой L там нет вообще. И та же самая хитрая L в слове talk. Говорить. Разговаривать. Talk. Или яичный желток. Йоук. Это просто вы просто убираете L. Это йоу и к. Йоук. Буква пи не произносится в слове psychiatrist. Психотерапевт. Psychiatrist. Но если вы сомневаетесь в этом слове до сих пор, можете назвать их неформально shrink. Многие из них обижаются на это слово, но в неформальном английском это слово популярно. Следующее слово. Ку. И здесь я не говорю про купе. Типа купе будет куп, но там буква И в конце. Это ку от слова coup d'etat. Типа гражданский захват, переворот власти. То, что у нас там пытались делать несколько дней назад. Куп это будет то, что я вожу. Ку это то, что это вот это. И вот это. А вот это куп. А ку это вот это. Ресит. Чек. Пи пропускаем. Как будто и не было. Ресит. Ряды в магазинах. Айл. Как будто это и эс там и в принципе нет. Айл. И все. Прямо как в слове айленд. Остров. Айленд. Слово дебри. Эс. Зачем вообще поставили в конце? Как будто вот просто нечего было делать. Или буква Т в слове кассл. Никто не говорит кастл. Просто кассл. Или то же самое в слове хасл. Хасл. Не хастл, а хасл. Ну и зачем буква Т вообще в слове listen? Это же просто listen. Зачем? И им правда нечего было делать. Они приписали ненужную букву Н в конце слова condemn. Смысл. Какой смысл? Или еще лучше в конце слова damn. Damn. Зачем? Ну и мы не хотим говорить о слове build. Зачем там вообще буква you? Они только путают студентов английского языка, которые говорят build. Это просто build. И все. Или guess. Зачем там буква you? Это просто guess. Специально, чтобы люди говорили gues, наверное. Ну и конечно мы не понимаем, зачем в слове обернуть или замотать буква you? Это просто rap. Это просто rap. Как музыка rap. Но здесь мы не будем сильно ругаться, потому что они напоминают вам, что произношение буквы R звук R губы нужно делать трубочкой так же, как и на букве W звук W. Поэтому здесь они, скорее всего, вам помогают. Так же, как и в слове морщина или когда у вас помятая одежда, wrinkle. Wrinkle. Это просто wrinkle. Но опять-таки вам здесь напоминают про артикуляцию и произношение. Поэтому я думаю, мы можем здесь простить. Мы все-таки любим английский язык за все возможности, которые он нам дает. За развитие, за развитие дисциплины, которую мы получаем в результате изучения. Ну, естественно, за все открытые двери, в которые мы можем пройти. Но больше всего, конечно, мы любим английский язык за полное отсутствие какой-либо логики. И правда, я бы не сказал, что это негативный аспект, потому что меньше времени мы будем тратить на понимание чего-то и больше времени на обучение и практику. Поэтому мы с Чарли ждем вас на отintermedia.advance за 30 дней. Напоминаю, ссылка в описании. И мы увидимся с вами в следующем видео, где мы будем разбирать, возможно, какие-то приколы английского языка, а возможно, что-то еще. Дайте знать в комментариях. Спасибо вам огромное за просмотр. До свидания.